После объявления о частичной мобилизации в России, в том числе в Алтайском крае, резко вырос спрос на услуги нотариусов. Многие конторы нашего региона несколько недель подряд работали без выходных, а в Волчихинском районе и вовсе круглосуточно. Что торопились оформить посетители? Какие услуги стали самыми востребованными среди мобилизованных и тех, кому потенциально могли вручить повестку? А также о законодательных новеллах в сфере нотариата. Спросим у президента Алтайской краевой нотариальной палаты Оксаны Агеевой. Она сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну осень действительно выдалась жаркой, вы наверняка это тоже заметили. Увеличился ли спрос на услуги нотариусов? Работа нотариусов шла и идет в штатном режиме. Ажиотажа в нотариальных конторах не было. Но как бы учитывая социальную значимость сложившейся ситуации вообще, нотариальные конторы во всех округах Алтайского края работали в режиме дежурных, чтобы мобилизованные граждане могли получить необходимую помощь даже в выходные дни, вне очереди, то есть практически в любое время. Конечно, мы понимаем специфику работы средств массовой информации. За весь этот период у нас многие средства массовой информации запрашивали, есть ли ажиотаж, ажиотажный спрос на нотариальные услуги, действительно ли массово составляются завещания. Но нотариальной палатой на тот период времени такой статистики не велось. И для нас было важно оказывать квалифицированную юридическую помощь всем гражданам, которые к нам обратились в тот период времени и на сегодняшний день тоже. Наверняка это не просто так, а потому что все было слажено и работа была как часы, что ли. Так ли это? Так, все действительно это так, потому что все зависит от организации работы в нотариальных конторах, а также о том, как грамотно на это среагировала Алтайская Крывая и Нотариальная Палата. И с нагрузкой, и с важной задачей нотариат справился. Тут что можно сказать? То есть и в Алтайском крае, и на территории всей Российской Федерации оперативно были приняты решения по предоставлению льгот для мобилизованных граждан. Лица, призванные на военную службу, они освобождаются на 100% от оплаты услуг правового технического характера при удостоверении доверенности, за исключением доверенности в порядке предоверия, при удостоверении завещаний, за исключением совместных завещаний и завещаний, которые предусматривают создание наследственного фонда. И при совершении юридических значимых волеизъявлений, таких как согласие на сопровождение выезд несовершеннолетних детей за границу и другие. Здесь мы предоставляем льготы по оплате услуг правового технического характера на 100% и получается при предъявлении повестки, то есть предоставляется такая льгота. Плюс ко всему мы предоставляем льготы 50% по оплате услуг правового технического характера за выдачу свидетельства праве на наследство для лиц, которые погибли на территории при исполнении воинской обязанности, на территории, ну, при проведении специальной военной операции. Вот. То есть как бы нотариат на это отреагировал и по льготам, и по организации работы. То есть мы старались работать для людей. Ну, вы уже сказали, что СМИ неоднократно к вам обращались. Наверняка не случайно. Быть может, это не подтвердится в ваших словах, но тем не менее, была такая информация, что мобилизованные все же как ринулись оформлять документы на завещание. Вот вы это ощутили? Было это? С 21 сентября по 1 ноября, мы, конечно, потом уже такую информацию собрали от нотариусов Края, было принято нотариусами Края 239 мобилизованных граждан. И для них было совершено 250 нотариальных действий. И как статистика показала, что данные граждане обращались в 90% случаев для удостоверения доверенностей, 6% для удостоверения завещаний и только 3% от всех принятых нами граждан для удостоверения юридически значимых волеизъявлений. То есть самым востребованным нотариальным действием все-таки это были доверенности. А вот за этот период, как мы называем его, жаркий, да, обращались больше мобилизованные или те, кому вот могли потенциально вручить повестку? Если такие были, то с какими они просьбами обращались? Обращались и мобилизованные граждане. И те граждане, которые предполагали, что им может быть вручена повестка, они обращались чаще всего для получения консультаций, для удостоверения доверенности, да. То есть как бы, ну, задача нотариуса какая? Разъяснить совершаемое нотариальное действие, последствия совершаемого действия, оказать какую-то помощь юридическую, квалифицированную юридическую помощь тем и другим гражданам. Сумма предоставленных льгот нотариусами Алтайского края составила более полумиллиона рублей. Плюс ко всему, нотариусами Алтайского края еще оказываются льготы по определенным нотариальным действиям для лиц, вынужденных эвакуироваться с территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, ну и всех новых регионов Российской Федерации. То есть там тоже мы предоставляем ряд льгот. Сейчас краевые СМИ, мы не исключение, пристально следим за тем, что происходит на территории, где сейчас находятся наши мобилизованные ребята, как ведется подготовка. И вот в одном из паблик встретилась история о том, что благодаря толтайских нотариусов, вероятно, за гуманитарную помощь, там подробностей не было других. Вот это о чем была речь? В курсе наверняка? Ну да, нотариусами края была оказана благотворительная помощь. Речь идет о большой партии лекарств, которые мы передали в госпитале республики Крым. Я думаю, что по всей стране немало таких примеров. И мы здесь не исключение. Мы стараемся оказывать помощь нашим военнослужащим. Необходимость в нотариальных услугах, на мой взгляд, у людей возникает в каких-то экстренных ситуациях. Нужно срочно получить какой-то документ, а для этого важна оперативная работа. То есть вот насколько вы подстроились под современный темп жизни и потребности потребителя? На сегодняшний день, да, нотариат подстроился под современный темп жизни. На сегодняшний день нотариат в цифре. Есть такие действия, когда это удостоверение равнозначности электронного документа. Когда, допустим, гражданин, находясь на территории Алтайского края, ему нужно срочно сделать доверенность и передать его на территорию Владивосток, в другой регион. Это дело буквально 10 минут. Доверенность удостоверяется здесь, нотариус делает равнозначность и передает ее другому нотариусу Владивосток. Там гражданин уже получает эту же доверенность. Это все очень быстро и удобно для граждан. Также у нас на сегодняшний день работает сервис, это дистанционные сделки. Дистанционные сделки, это когда, допустим, две стороны не могут, учитывая дальности, приехать и встретиться в конторе у одного нотариуса. Когда у нас одна сторона у нотариуса в Алтайском крае, другая сторона, пускай, будет где-нибудь в Магаданской области. И таким образом люди, встретившись, могут заключить какой-то договор. Дистанционную сделку мы можем провести. И это тоже очень удобно для граждан. Плюс ко всему, нотариальная палата, сейчас реализованы многие сервисы, которые позволяют уйти от, ну, проверить от мошенников, что ли. Это, во-первых, проверка доверенностей. Сервис, реестр доверенности, где вы можете зайти, если вам представлена какая-то доверенность, и вы сомневаетесь, действительно она или нет. Вы можете зайти и через реестр доверенности проверить эту доверенность, что она действительно есть и что она не отменена. Также у нас есть реестр залогов движимого имущества. Это, как чаще всего мы покупаем автомобили, продаем автомобили, да. И для того, чтобы быть уверенным в том, что данный автомобиль не заложен, гражданин может воспользоваться указанным сервисом и проверить автомобиль на предмет залога. Это очень тоже важно для защиты прав граждан. Вот, поэтому и многие другие сервисы у нас работают в нотариате для удобства лиц, которые к нам обращаются за совершением нотариальных действий. Ну, как-то было принято думать, что нотариус это все больше про наследство. В наследстве, конечно, нотариус, наверное, один из самых квалифицированных юристов, но у нас еще много других нотариальных действий, в котором тоже мы являемся специалистами. С той же, например, сделки с недвижимостью. Если у вас ставят вопрос по продаже квартиры или там по приобретению какой-то квартиры, вы можете смело прийти к нотариусу, получить консультацию, да, по этому вопросу. И если либо совершить эту сделку у нотариуса, нотариус полностью будет проводить правовую экспертизу документов, разъяснить все права, обязанности, то есть проконтролирует эту сделку на всех этапах. И плюс ко всему передаст эту сделку в Росреестр на регистрацию. Гражданину не придется идти сдавать ее в МФЦ. То есть это тоже очень удобно. И консультации по всем вопросам у нотариусов, вот по совершению нотариальных действий у нотариусов бесплатные. Есть определенные юридически значимые действия, да, там, сделки, которые можно совершить и удостоверить только нотариально. О них не может заверить юрист. Допустим, это алиментные соглашения, да, это брачный договор, это оформление наследственных прав, это, еще раз повторюсь, удостоверение завещаний. Опять-таки прийти к нотариусу, проконсультироваться по поводу сделки купли-продажи недвижимости, да, чтобы нотариус посмотрел ваши документы. Либо эта сделка, если будет удостоверяться нотариально, там будет полная правовая экспертиза проведена. Потому что сейчас у нас уже очень много таких ситуаций, когда были выделены средства бюджета, материнский семейный капитал, квартиры продавались без выделения детских долей, а это нарушение прав граждан-покупателей, которые могут приобрести такую квартиру. Так вот нотариус на этот предмет тоже проверяет, были ли в продаваемой квартире выделены доли детям с использованием средств МСК. Да, это тоже такой очень важный момент. То есть в любом случае, я так понимаю, проще прийти на бесплатную консультацию, чем просто вот так пойти, не пойми к кому, потерять деньги и все равно потом вернуться к нотариусу. То есть такие случаи были наверняка? Конечно, такие случаи были. И это касается и наследства, это касается и сделок с недвижимостью. У нас сейчас много рекламы по оказанию юридических услуг, да, и не всегда качественно оказываются указаны юридические услуги. Поэтому те действия, которые совершаются, удостоверяются исключительно нотариусами, совершаются нотариусами, лучше сразу идти напрямую к нотариусу. Спасибо большое за эту полезную беседу, за то, что нашли время в своем графике и пришли к нам в студию. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Оксана Агеева, президент Алтайской краевой нотариальной палаты.